Всем привет! Я очень рад вас всех приветствовать в нашем скромном офисе, на нашем скромном мероприятии предновогодним. Всех, пользуясь случаем, хочу поздравить с наступающим Новым Годом, Рождеством, всеми праздниками. Мы открываем наш DevOps IT Talk, DataArt, международный IT-консалтер и разработчик ПО. Приходите к нам в гости, мы будем делать еще метапы. И первый докладчик сегодня Павел Хрулев, Solutions Architect, с докладом про… Многоаккаунтные окружения. Да, мало ли я хотел. Ну ладно, в общем. Малти-аккаунт-энвироменсы в AWS. Пожалуйста. Спасибо. Всем привет еще раз. Очень рад присутствовать в новой для DataArt локации в Ростове-на-Дону. Ну, такой новый прекрасный офис. Меня зовут Павел, я работаю в DataArt больше шести лет. Пришел работать туда разработчиком, потом таким супер-фуллстэк-разработчиком. Делал и фронт-энд, и бэк-энд, и инфраструктуру поднимал. Потом больше перешел в DevOps. И сейчас я Солюшн-архитект, работаю в пресейле, в консультациях. И я сейчас занимаюсь тем, что у нас в DataArt появляется компетенция AWS Migration Competence. И я такой технический лидер этой компетенции. Потому что миграция – это сейчас очень такая растущая тема. Очень много интерпрайзов начинают мигрировать в облако. И это бизнес, который надо делать. И так сложилось, что я вот саккумулировал определенное количество экспертизы именно по миграциям. И вот сейчас как бы у нас это вырастает в отдельную такую компетенцию, и компетенцию, которой я начинаю заниматься. Поэтому у нас немножко тематический такой митап получается. У меня презентация не про миграцию, но она немножечко связана с миграциями. Вообще миграция – это моя тема. Как она связана с миграциями? Очень просто. AWS, у них есть рекомендуемый способ, который они предлагают. Стратегия миграции в облако. Она состоит из трех таких больших шагов, которые можно выделить даже в отдельные проекты. Assess, mobilize, migrate and modernize. Стадия SS, где мы определяем, что мы будем мигрировать. Стадия mobilize, где мы определяем стратегию и начинаем подготавливать все, что нужно для миграции. В том числе инфраструктуру, на которую мы это все будем мигрировать. И вот рекомендуемый AWS способ, вот эта платформа, на которую мы это все будем мигрировать – это многоаккаунтные окружения. Потому что у интерпрайзов обычно очень много ворклоудов, и одним аккаунтом там не обойтись. В общем-то, так вот мы немножко, так и немножко эта тема связана с миграциями. Я бы хотел спросить у вас. Поднимите руку, пожалуйста, те, кто вообще понимает, что такое многоаккаунтное окружение, или работал с ними. Окей, значит, я немножко подробнее расскажу, для чего это нужно вообще. Вообще, как бы цель доклада, да, я провожу собеседование DevOps в компанию, и я сталкиваюсь с тем, что многоаккаунтное окружение – это какая-то суперневедомая тема, в которой не понимают DevOps, и зачем она нужна, и как в этом работать. И вообще, если в первый раз с этим столкнуться, то немножко она как бы выносит мозг. И вот задача в том числе сделать такое небольшое просвещение, да, рассказать, для чего это, зачем это бывает. Потому что если вы пойдете работать в какой-то миграционный проект, где крупный интерпрайз куда-то мигрирует, или уже в какой-то живущий интерпрайз в облаке, скорее всего, вы столкнетесь с многоаккаунтными окружениями. И вот этот high-level обзор, который я собираюсь делать сейчас, он, может быть, немножко вам поможет в будущем просто не увязнуть в океане новой информации, а что-то, какие-то типа ключевые слова вы уже встречали, да, оттуда. Значит, зачем вообще нужно делать многоаккаунтное окружение? Почему нам не взять и не засунуть все, типа, вот мы зарегистрировали аккаунт в AWS, и все туда перевозим? Зачем нам делать несколько? Зачем нам это все вообще разделять? Тут вот есть множество причин. Во-первых, для того, чтобы сгруппировать наши workload, проекты, все, что у нас есть, по бизнес-пurpose, да, по назначению и по ownership, то есть кто этим владеет, да. Если взять какую-то большую компанию, у нее, скорее всего, есть какие-то большие подразделения, какие-то обособленные команды, проекты, вплоть до того, что компании покупают другие компании, у которых уже есть какой-то огромный кусок инфраструктуры, и это все надо как-то вместе в облаке дружить, чтобы управлять этим всем. И тут одним аккаунтом не обойтись, приходится разделять все, так сказать, зоны владения. У нас есть государство, и в нем есть лорды, которые владеют какими-то своими землями. Также применять различные security policy для этих аккаунтов. То есть если мы возьмем и кучу workload засунем в один аккаунт, мы погрязнем в менеджмент хэле просто там кучу IM-юзеров создавать, создавать там придется тегов кучу для того, чтобы этим всем управлять. Ну то есть это будет прям очень сложно, и вероятность ошибки, она может быть очень дорогой с точки зрения безопасности. Дальше разделение доступа к sensitive data. То есть у интерпрайзов часто есть такое требование, чтобы данные в проде вообще никак не пересекались с данными не в проде. То есть вообще никак. Ни на сетевом уровне, ни на каком-либо еще, вплоть до того, что там абсолютно изолированные деплоймент пайплайны у прода, у дева и так далее. И опять же изоляция на уровне аккаунта в AWS эту задачу решает. Ну ограничить blast radius, поражение в случае security breach какого-то. Если взломали там какой-то ресурс в аккаунте, получили доступ полностью к аккаунту, у нас не вся инфраструктура под угрозой, а только один какой-то аккаунт и не вся организация. Управление костами. Если у нас есть какая-то группа людей, которые управляют этим аккаунтом, мы можем видеть, сколько конкретно этот аккаунт отдельно от всех, без помощи тегов и опять же какого-то хелл-менеджмента, видеть, сколько этот аккаунт потратил денег. Ну и также в AWS есть такая штука, как сервис квота и лимиты на API-реквесты. И для больших ворклоудов реально очень легко в них упереться. Если у вас эластичная инфраструктура, у вас там возрастает количество запросов, начинает там горизонтально скейлиться ваша инфраструктура, и вы упираетесь вдруг в какой-то лимит, что у вас процов не выделено на аккаунт, и типа вы не можете отскейлиться, и это может быть больно. Когда у вас все размазано по множеству аккаунтов, в эту квоту упереться сложнее. Тоже можно, но сложнее. Если у нас нет много аккаунтов, а у нас один аккаунт, то тут все просто. Если у нас много аккаунтов, нам это сложнее все тоже становится менеджить. Потому что тут аккаунт, тут аккаунт, тут аккаунт, тут аккаунт. Как-то этим нужно всем управлять, и желательно централизованным. И AWS, они там прошли определенный эволюционный путь, как они эту проблему решали. В 2016 году появились AWS Organizations Service. До этого многоаккаунтное окружение тоже был ад. То есть, представляете, у вас аккаунт, допустим, для прода одного проекта, для дева другого проекта, для прода третьего проекта. У вас четыре аккаунта, у них независимый биллинг. То есть, клиенту четыре счета приходится оплачивать разных. Как-то управлять этими аккаунтами с точки зрения ограничений, security и так далее. То есть, security команда заходит в один аккаунт, что-то там делает, другой что-то делает и так далее. Управлять этим было тяжело. Когда AWS зарелизили, AWS Organization Service, стало все немного легче, потому что там появилась организация, в нее можно приглашать аккаунты, там появился consolidated billing. Все косты со всех аккаунтов, они сливаются в один мастер-аккаунт, который управляет организацией, и все это единым способом оплачивается. Мы можем создавать organizational units. Кто-то работал с GCP здесь? Google Cloud? Нет? Окей. Значит, можно создавать organizational units, то есть группировать аккаунты, грубо говоря, в какие-то группы, и этими группами управлять. Не по аккаунту, а управление группами аккаунтов. И апплает на них различные полиси. Service control policies – это то же самое, что у нас есть IAM, только IAM работает на уровне юзер, роль и полиси. Service control policy работает на уровне аккаунта. То есть мы говорим, этому аккаунту мы вообще запрещаем использовать S3, например. И какие бы права ни были у юзеров внутри аккаунта, они S3 использовать не могут. То есть мы можем централизованно управлять уровнями доступа для аккаунта. Ну и значит в 2016-м AWS зарелизировала эти организации, и типа все стали счастливы. Дальше это начало развиваться. Ну хорошо, мы можем создавать много аккаунтов. Нам нужен какой-то фреймворк для того, чтобы это делать по бестпрактикам. Потому что когда мы создаем много аккаунтов, мы какие-то вещи хотим сделать централизованными, какие-то мы не хотим делать централизованными. Например, мы хотим, чтобы везде включался CloudTrail по умолчанию. Кто знает, что такое CloudTrail? CloudTrail — это сервис, который позволяет нам отслеживать все взаимодействия с API и AWS. То есть вы получили список бакетов, в CloudTrail есть запись, что вы получили список бакетов. И, соответственно, мы хотим это включать во всех аккаунтах, мы хотим это видеть, и мы хотим, чтобы это все сливалось куда-то в одно место, и мы это могли смотреть, анализировать. И вот AWS придумал такой фреймворк, который называется Landing Zone. По сути, это такой набор темплейтов, который позволяет нам вот эту многоаккаунтную основу для нашей многоаккаунтной инфраструктуры развернуть. И там по умолчанию будет централизация логов, бейзлайны, что мы делаем, что не делаем. Это все как бы у нас в коде есть, Infrastructure as a Code подход, и есть еще набор guardrails. Это какие-то полиси, которые мы можем выбрать, apply мы на организацию или нет. Это просто набор predefined policies для нашей организации, уже готовые, которые нам не надо самостоятельно писать и изобретать. И потом это эволюционировало в AWS Control Tower, который они зарелизили в 2019 году. Это все то же самое, только нам не нужно управлять кодом нашей Landing Zone. Это отдельный сервис. Мы нажали кнопку в Амазоне поднять Landing Zone, подождали час, у нас развернуто многоаккаунтное окружение, мы можем начинать в нем жить. Сейчас я расскажу немножко про то, какие есть сервисы, которые нам помогут немножко жить в этом многоаккаунтном окружении, про подходы и про набитые шишки, какие-то выводы из реальных проектов. Значит, про Organizations Policies. Там есть три вида полиси. Service Control Policy, про которые я уже рассказал. На уровне аккаунта мы можем какие-то доступы разрешать или запрещать. Text Policies. Мы можем говорить, что любой ресурс в каком-то таком аккаунте, он должен иметь такие-то теги в таком-то формате, и если там не удовлетворяет ресурс этому требованию, то он не создастся. Когда ему выведется ошибка, добавьте там имя, или добавьте департмент, к которому относится этот ресурс и так далее. И Backup Policies регулирует то, как у нас на уровне организации должны работать бэкапы. То есть, например, у вас для RDS-инстанса не настроен бэкап, и у вас в дэшборде вашей организации Backup Policies будет говорить, вот у вас там не настроен бэкап на RDS. ССО. Ну, вот давайте представим, у нас много аккаунтное окружение, аккаунт один, два, три, четыре, пять. Как нам в них заходить? Как нам в них логиниться, авторизовываться? Раньше это было так. В каждом аккаунте создается роль, к роли привязывается identity provider какой-то, например, это Active Directory или Azure Active Directory. И в каждом, вот в каждый аккаунт, вы там, когда логинитесь в Amazon, вы вводите аккаунт ID, там Alice, там еще что-то. И тут то же самое, вы там в какой-то аккаунт по Active Directory заходите. Но это было все раздельно для каждого аккаунта. Потом AWS зарелизил сервис SSO. И вы можете, также используя какой-либо identity provider, там, я не знаю, Okta, Active Directory, который у вас есть, вы можете эти доступы регулировать. То есть сказать, в этот аккаунт, вот этой учетной записи дайте вот такой вот уровень доступа. И все это можно делать как в коде, так можно это делать и ручками в консоли. И вот, например, у нас в DataArte есть корпоративный аккаунт, в котором делают POC, в котором делают ДЭНКи, в котором эдюкейшены делают всякие и прочее. Мы как раз используем многоаккаунтную архитектуру. И вот у нас там тоже разные organizational units, разные аккаунты. И когда человеку, например, нужен доступ в песочницу для того, чтобы что-то поделать, там, поиграться с ресурсами, мы идем в SSO, говорим, вот у нас учетная запись в нашем Active Directory человека, даем ему какой-то уровень доступа к его аккаунту, к аккаунту, где у нас песочница. Человек заходит в консоль, в дэшборд, он видит там все аккаунты, к которым у него есть доступ, заходит в них, как бы и все. То есть все из одного места, вот из одного этого дэшборта происходит. Следующий сервис, который полезен при многоаккаунтных окружениях, это AWS Service Catalog. По сути, это сервис, который позволяет вам распространять ваши CloudFormation темплейты. То есть у вас есть какой-то продукт, какой-то одобренный, одобренная архитектура, какая-то часть инфраструктуры, которую другие департаменты, группы, команды могут использовать. И вы его хотите распространять. Вот вы создаете в AWS Service Catalog свой продукт и шарите со всеми остальными аккаунтами. И когда команда заходит в свой аккаунт и говорит там, я не знаю, я хочу задеплоить LampStack в своем аккаунте, у них уже есть готовый продукт, LampStack со всеми best practices, от которых рекомендуется компанией. Они его деплоят через CloudFormation стеки, и у них готовый, допустим, LampStack или готовая конфигурация VPC, которая тоже там определенным образом создается, как рекомендовано на уровне компании, на уровне политик компании. Следующий полезный сервис – это AWS Config. По названию часто говорят, что AWS Config – это типа Configuration Management Tool, но это вообще нет. Это сервис, который просто записывает любое изменение конфигурации инфраструктуры. Не знаю, вы зашли, апдейтнули EC2Instance, и AWS Config записал, что у вас был вот такое вот состояние инфраструктуры, а стало вот такое вот. И вы можете отслеживать ее изменения, и вы можете определенные изменения, там, не знаю, алерт кидать, что такое изменение было «посмотри, пожалуйста». Ну, то есть там есть рулы, вот мы смотрим, ресурс изменился, в нем что-то изменилось, и мы можем проверить, а что конкретно изменилось. И на уровне организации, со всех аккаунтов собрать эту информацию, на это мы можем строить алерты. Ну вот пример, да. В компании запрещено создавать EC2Instance в паблик сабнете. Вот. Кто понимает, о чем я говорю? Типа, вот, один, два человека, три. Остальные с AWS не работали вообще? Вообще нет. Блин, это мне жаль вас. В смысле, вам приходится это слушать. Наверное, ничего не понятно. Кому хоть что-то понятно? О, отлично, огонь. Тогда я не так буду расстраиваться. Вот, значит, например, мы на уровне компании запрещаем создание EC2Instance, виртуальной машины, в паблик сабнете. То есть паблик сабнет – это сабнет, в котором машина может иметь доступ извне. И нам нужно сделать алерт, чтобы если кто-то это сделал, потому что мы не можем, в принципе, это запретить, будет достаточно сложно без какого-то хардкодинга, конкретного указания каких-то ID-шников, ресурсов и так далее. Но мы хотим знать, если кто-то это сделал. Мы можем использовать AWS Config Service для того, чтобы посмотреть изменение ресурса. Вот у нас было такое состояние, а тут у нас вдруг он появился в сабнете, который у нас паблик. Мы можем послать алерт, сказать, вот смотрите, здесь какое-то действие, которое не соответствует политикам компании. И вот AWS Config очень активно используется в этих целях. Значит, еще есть куча разных сервисов, которые работают на уровне организации. Это CloudFormation стек-сеты. CloudFormation, кто знаете такое? Отлично. Значит, для тех, кто не поднял руку, CloudFormation – это инфраструкция за код, AWS Native инфраструкция за код, подход к деплою ресурсов. Мы пишем темплейт на Ямлике или на JSON-чике и деплоем его, он создает там все необходимые ресурсы. И есть такая штука, как CloudFormation стек-сет. Это деплой на уровне организации. То есть мы то же самое делаем шаблончик и говорим за деплой нам во все аккаунты или в какой-то организейшн юнит. И стек-сет в каждом аккаунте поднимает CloudFormation стек и таким образом можем создавать бейзлайны. То есть мы считаем, что в каждом аккаунте, не знаю, должен быть какой-то экспортер, сервер, который бы экспортировал все логи. Мы пишем CloudFormation template, стек-сетами его деплоим в каждый аккаунт и все логи у нас там экспортируются этим экспортером. Как пример. Ресурс Allocation Manager просто позволяет нам шарить ресурсы между аккаунтами. Мы хотим взять и какой-то ресурс пошарить. Мы указываем, с какими аккаунтами мы хотим пошарить или со всей организацией. И вот с помощью этого сервиса мы можем это сделать. Firewall Manager. Там у него есть набор подсервисов, но в общем-то он, как можно следовать из названия, сетевыми штуками может управлять, тоже централизованно. Создавать правила на security-группы, чтобы не было security-групп. Security-группы — это что-то типа firewall-рула. Мы говорим, что по такому CIDR-блоку, по таким IP-адресам, мы по такому порту не принимаем, запрещаем принимать какие-то реквесты или наоборот разрешаем. Мы можем также с помощью firewall-менеджера вводить политики на security-группы, которые соответствуют или не соответствуют каким-то правилам. Security Hub — это вообще центральный агрегатор всего. Там есть различные compliance, типа best-практики от Амазона, best cloud security-практики. Мы их можем заапплайить. Он собирает инфу со всех аккаунтов и показывает, допустим, в соответствии с таким-то compliance, например, там, кстати, есть PCI-DSS. Кто знает, что такое PCI-DSS? PCI-DSS — это compliance, который применяется компаниям, которые хранят платежные данные, например, карточки клиентов. Если вы сохраняете карточки клиентов у себя, значит, вы попадаете под PCI-DSS compliance. И к вам приходит аудитор, в какой-то момент, и говорит, а как вы делаете это? А как вы делаете это? Если вы не проходите этот compliance, то что происходит? Никто не знает, что происходит, но ничего хорошего не происходит. Ну и GuardDuty — это тулак, который использует машин-ленинг и какие-то AWS-овские алгоритмы. Они анализируют все логи и находят там какие-то аномалии и делают алерт. Ну, типа, не знаю, никогда никто по этому порту не коннектился к виртуалке, и вдруг кто-то законнектился. Аномальный ивент. Он об этом вышлет алерт, и ты такой, что-то странное происходит. Пошел, проверил. Вот GuardDuty позволяет это делать на уровне организации, собирать данные со всех аккаунтов и делать эти проверки. Значит, organizational unit design. Ну, я очень кратко расскажу, потому что думаю, что нет смысла на этом останавливаться особо. То есть, organizational unit design. Вот у нас есть аккаунты, нам их нужно как-то разделить на группы. И на эти группы мы будем апплать какие-то политики. Вот есть три способа это сделать. Project-oriented. То есть, все аккаунты, относящиеся к одному проекту, это один organizational unit, одна группа. И мы на эту группу апплаим политики. Второе – это environment-oriented. То есть, все продавские аккаунты всех проектов – это одна группа. Все девовские аккаунты всех проектов – это другая группа. Ну, и гибридные, вот как бы первые два, они рекомендуются AWS-овскими архитекторами. А третий – это тип «Мое изобретение». Потому что в гибридный тип, как правило, все клиенты в итоге начинают использовать вот так. Гибридный тип не используют либо первое, либо второе. Потому что есть какие-то аккаунты, которые хотят апплаить типа на все прод-аккаунты такие полиси, на все дев-аккаунты такие полиси. Но есть какие-то отдельные проекты, ворклоуды, аккаунты, на которые хотят вот все делать отдельно и прод, и дев, и тест, и так далее. И в итоге гибридный, получается, такой гибридный подход. Нетворк-шеринг. Ну, соответственно, у нас много аккаунтов. И часто нужно каким-то ресурсом с разных аккаунтов на сетевом уровне друг с другом взаимодействовать. И есть, по сути, есть два способа. Это VPC-пиринг. Когда мы берем VPC из одного аккаунта, VPC из другого аккаунта, делаем между ними пиринг, и они могут друг к другу ходить. И таким образом мы можем там из этих вот на картинке слева это показано, можем разные VPC-шки там соединять, gateway и так далее, и что-то из этого строить. И есть второй способ, это AWS Transit Gateway. Это такой типа виртуальный свитч, которому мы подсоединяем все, что угодно, там VPC, VPN, Direct Connect, ну, все, что угодно. Ну, там есть тоже два способа. Там есть статический рутинг, когда мы можем просто прям прописывать IP-шники, блоки, что куда будет ходить. Есть динамический, который использует BGP. Вот. И дальше, дальше просто я хотел бы рассказать свои выводы из тех проектов, где уже было многоаккаунтное окружение достаточно больших. Значит, когда мы идем в многоаккаунтное окружение, у нас есть всегда выбор. Мы можем использовать Control Tower, готовый сервис, где мы можем нажать кнопку, все у нас задеплоилось, и все отлично. А мы можем еще использовать вот лендинг-зону, фреймворк, просто набор темплейтов. То есть все то же самое, но не через сервис, а мы строим пайплайн самой лендинг-зоны, самого многоаккаунтного окружения. Нам этот пайплайн там нужно поддерживать, но его легко кастомайзить. То есть все бейзлайны, абсолютно все мы можем ручками прописать в коде. Мы абсолютно можем всем управлять. Что касается Control Tower, там вот как вот амазоновские архитекторы сделали все по дефолту, так у вас по дефолту и будет. Кастомизации это не поддается практически никакой, по крайней мере пока. Вот. Они там обещают, что что-то изменится, но пока что не меняется. Ну и все, что происходит внутри Control Tower, вот да, вот вообще все, что мы делаем в Амазоне, мы можем помимо того, что зайти в консоль, нажать там кнопки и что-то сделать, можем использовать API-шку, там, ну, понятно, мы все делаем через API-шку, мы можем использовать CLI, SDK, там, через код как-то это делать. И вот проблема в том, что Control Tower не поддается автоматизации вообще. То есть единственный способ взаимодействия с Control Tower — зайти в интерфейс и нажать там кнопку. Мы не можем написать, там, не знаю, Terraform, который бы что-то делал в Control Tower. Тупо нет такого ресурса в Terraform. Тупо нет таких API-шек, которые позволяют что-то делать с Terraform. По крайней мере пока. Вот. Дальше. Битва. Terraform против CloudFormation. Так, но с CloudFormation там сколько? Два-три человека подняли руку. А кто с Terraform? Вот. Может быть, устроим батл? Вот. Ну, в общем, не, на самом деле Terraform против CloudFormation — это прям моя любимая тема. И у меня есть много претензий к Terraform, но это типа тема отдельного доклада. Но относительно многоаккаунтных окружений я сейчас могу сказать, что побеждает CloudFormation. Cloud Native как бы Infrastructure as a Code инструмент. Почему? У нас был проект, в котором мы использовали Control Tower. мы там создавали аккаунты, все бейзлайны у нас в Control Tower, а Control Tower под капотом использует CloudFormation. А все остальное мы Terraformили. Мы использовали Terraform и Terragrant. Вот с Terragrant, кстати, кто-то работал. Один человек. Мы вчера уже это обсудили. Значит, Terragrant — это такая утилита, это такой враппер для Terraform. Какую задачу он решает? Самая главная штука — это что можно делать переиспользование и что-то типа наследования. Мы создаем вместо Terraform файла мы создаем конфигурационный файл, в котором мы указываем, что мы хотим какой-то Terraform модуль использовать, передать в него какие-то инпуты. И вот прикол в том, что в этот конфигурационный файл мы можем в нем инклудить другой конфигурационный файл. И вот в многоаккаунтных окружениях это очень прикольно, потому что представьте, вот у вас многоаккаунтное окружение, здесь Terraform для одного аккаунта, в этой папке для другого, в этой для третьего, четвертого, но у них может быть очень много общего. И в Terraform вам, скорее всего, придется покопипастить немножко. Вот Terragrant эту задачу частично, не полностью решает. Вот, и мы использовали Terragrant. Ну, и в чем проблема-то, собственно, да, так как мы используем лендинг-зону и Control Tower, у нас в любом случае есть CloudFormation. И тут у нас еще есть Terraform. и как бы есть чуваки, которые знают Terraform, но не знают CloudFormation, а есть чуваки, которые знают CloudFormation, но не знают Terraform. И в итоге все делают и то, и другое, и получается просто какая-то жесть. И возникает вопрос, а это у нас в Terraform или в CloudFormation? А я не помню. Давайте смотреть. Ну, в общем, это то же самое, что там, типа, на разных языках программирования писать там один какой-то сервис. Ну, в общем-то, наверное, можно, но зачем? Не знаю. Ну, и, собственно, какие челленджи? Вот эти челленджи, да, по которым нет каких-то best практик, это то, с чем в проекте нужно будет разбираться, потому что это все зависит вот чисто от клиента, который у вас будет. Defining Restriction Level, да, то есть мы все время думаем, у нас есть, типа, две крайности. Вот у нас есть аккаунт, мы можем сделать так, что каждый аккаунт вообще по-своему живет, как хочет, делает, что хочет, мы его ни в чем не ограничиваем. Это одна крайность. Вторая крайность, мы закручиваем все гайки в аккаунте без, типа, апрува или какого-то действия со стороны команды, которая всем клаудом управляет, сделать невозможно. Вот у всего есть плюсы и минусы, и вот конкретно для каждого кейса нужно находить оптимальное решение, как лучше сделать. Централизация, децентрализация, то же самое. Например, в AWS есть такая штука, как Private Hosted Zone. Что это такое? По сути, это DNS, но internal, который не паблик DNS, а внутри нашей инфраструктуры DNS. И там прикол в том, что мы можем в каждом, допустим, поднимать какие-то хостед зоны отдельно, и мы отдельно будем платить в каждом аккаунте за нее, и это будет дороже. А мы можем типа взять в одном аккаунте это сделать, а с другим аккаунтом шарить, и тогда это будет дешевле, но там будут свои минусы, что у нас будет bottleneck, и только один аккаунт всем управляет. Это тоже такой челлендж, который индивидуально решается с каждым клиентом. Ну и определение зоны ответственности, то есть за что отвечают аккаунты, а за что отвечают команды, которые полностью все многоаккаунтное окружение контролируют. Тут тоже индивидуально нужно определять. В общем-то у меня все, наверное, было очень много всего, наверное, очень много было непонятно. Есть ли у кого-то вопросы? Да, вот есть юноша в первом ряду. вопрос совершенно практические жизни. В теории это все прекрасно, но, например, в реальной жизни часто получается, что мы имеем сначала один AWS аккаунт, а потом их становится много. Так вот, хотелось бы узнать, ну, ты сталкивался с какими проблемами и как они решались, потому что их на самом деле бывает очень много. Какие проблемы бывают, когда у нас был один аккаунт, а потом их вдруг резко стало много? Ну, разносить по разным аккаунтам. Ну, типа, какие проблемы? Ну, я не вижу каких-то прям специфичных проблем, то есть тут появляется работа, которую нужно сделать. Вот у нас есть все в одном аккаунте, нам нужно разнести по разным аккаунтам. Если мы такие нормальные и использовали инфраструкт из-за код, подход, у нас все в коде, то тут проще все гораздо. Да, мы взяли, попилили, это сюда задеплоили, это сюда задеплоили, это сюда задеплоили. Если нет, тогда надо типа все сначала это сделать, все, чтобы было в коде, а потом разносить по разным аккаунтам. Примерно так? Работы много, ну да. Еще. Всем все понятно просто. Можно я тогда? Мне интересно, ты смотрел, ну вот ты очень красиво рассказал про то, как это AWS решает, смотрел ли ты то, как другие крупные облака к этой проблеме относятся, Azure, GCP, Яндекс. Да, я почему спросил про GCP, да, просто в GCP этой проблемы нет вообще. Ну, из-за того, что AWS он старее, он там развивался с годами, и сейчас он по сути вот пытается как-то эволюционировать, что-то менять и делает костыли, чтобы какие-то свои недостатки как бы устранить. А GCP это более новый клауд, который уже все болячки AWS, ну не все, какие-то болячки AWS исправил. И в GCP там все прекрасно, там ты не завязан на эти аккаунты, у тебя там есть организация, у тебя там есть проект, у тебя там есть фолдер, и вот на уровне проекта у тебя уже есть изоляция. А аккаунт это по сути юзер, который может иметь доступ в один проект, другой проект, третий проект. И там этой проблемы просто нет. То есть это AWS-специфик проблема. Что насчет Азура? Ну с Азуром я просто не работал, я не могу сказать. Вот у нас есть там следующий спикер, который как раз будет про него рассказывать, вот может быть вы ему этот вопрос тогда зададите, но он мне вчера рассказал, я воспользуюсь, он мне вчера рассказал, что там есть ресурс-группы, которые тоже вот с помощью ресурс-групп можно эту изоляцию сделать. Сабскрипшн, да. Про Яндекс тогда сам отвечу, там тоже фолдеры. Ну вот, Яндекс типа, наверное, у Гугла взял эту тему. Все молодцы. Да. Может еще? Да, то, что лежит под елкой, я должен был сказать, простите, забыл. Да, это для лучших вопросов, поэтому постарайтесь. О, там поднял человек руку. вот есть рука. Да, всем привет, спасибо за доклад. Я про CloudFormation слышал, но я с ним не работал, к сожалению. И вот такой вопрос. Если у нас есть Terraform, у нас есть State, который мы храним, есть собственно HCL, которые мы храним где-нибудь в Гите. и мы приходим к политике GitOps. То есть у нас есть Source of Truth, который Git. А как это в CloudFormation организовано? То есть оно все лежит в AWS или мы можем вынуть эти манифесты и устроить все версионирования своим привычным Git? Да. Спасибо. Ну, как бы, как оно устроено, это зависит от того, как мы это сделаем. То есть, по сути, для того, чтобы задеплоить CloudFormation стек, нужен темплейт и запустить определенную команду, в которую мы на этот темплейт ссылаемся. Типа AWS best practice way такое, что мы делаем какой-то pipeline, мы там собираем эти наши манифесты, генерируем какой-то артефакт, кладем его, например, на S3, а потом мы триггерим CloudFormation, в котором мы ссылаемся на этот артефакт в S3, и CloudFormation его деплоит. И вот примерно то же самое, что в Terraform, только в Terraform нам нужно просто запустить какую-то команду внутри какой-то папки, там Terraform apply, и там у нас все собирается и создается. А тут мы запускаем CloudFormation apply, и в аргументах указываем ссылку на наш CloudFormation template. Вот собственно и вся разница. Но вы упомянули про state файлы, и это очень интересная тема. Я ненавижу state файлы. Во-первых, потому что в state файлах можно найти sensitive data. Например, если вы создаете аккаунт IAM-юзера в AWS и создаете для него access токены, у вас access токены будут в незашифрованном виде в state. И это вообще неприкольно. Плюс само наличие state. Вот такой вопрос. Вот мы работаем в команде, у нас хранится где-то state, мы какой-то ресурс задеплоили, а я пошел его ручками изменил. Что будет, когда я в следующий раз apply сделаю или plan? Ну, кто хочет? Что state у меня такой, скажет что-то хрень какая-то, давай я тебе сделаю так, как state у меня указано. Так он не будет сравнивать, вот в чем прикол. То есть есть код, он на основе кода генерирует временный state файл и берет state файл, который у нас есть, их сравнивает, он не сравнивает с реальной инфраструктурой, вот в чем. Смысл терраформа как раз в том, что он и не должен сравнивать. Как я правильно понимаю, вот есть четко описанная архитектура, которую ты там хочешь, допустим, получить. Ты ее получишь, в любом случае, что бы ты ни сделал, ты ее получишь, но также ты ее можешь и дестроить, и у тебя все инфраструктура пропадет. Но как бы state дает тебе, во-первых, ну понятно, что sensitive data это плохо, особенно если ты в GTA это хранишь, а не в Postgres, в консуле, в AWS, в S3, но ты если смотришь на HCL терраформа, ты точно будешь знать, что у тебя будет. Есть, конечно, нюансы, например, у Яндекс.Облака, если у тебя в Монго переехал мастер, терраформа пытается его перевести обратно, как он хочет его, а не как нужно. Но смысл как раз в том, что вот у тебя есть жестко описанная структура, такая и должна получиться. Ну все правильно, и в CloudFormation то же самое, но есть нюанс, да, а нюанс такой, что если я зайду, и у меня все сдеплоено CloudFormation стеком, я зайду ручками что-то поменяю, мне CloudFormation скажет, у вас drifted state, у вас кто-то поменял инфраструктуру, она не соответствует тому, что у вас написано в темплейте. А терраформа этого не сделает, вы можете очень долго существовать в состоянии вашей инфраструктуры, которая не соответствует тому, что написано в терраформе, до тех пор, пока вы не знаю, что-то, как-то это не узнали каким-то способом, когда вы делали там plan или там еще что-то. Ну так, как CloudFormation сообщит, то есть понятно, что меня... Так ты можешь сделать alert на drifted state, придет alert, у вас изменился ресурс, у вас инфраструктура не соответствует тому, что написано в вашем коде. и вплоть до того, что можно сделать автоматический резолвмент, то есть он автоматически вернется в нужное состояние, вообще без human interactions. Я хотел слово подсказать. Intervention. Intervention. Спасибо. То есть получается, можно сделать так, чтобы если там, допустим, я накидываю больше памяти на какую-нибудь EC-шку, он меня ее обратно снижает вниз. Ну да, но как бы если мы меняем память на instance, это приведет к тому, что скорее всего его нужно будет дестройнуть и создать заново. А как тогда CloudFormation ведет себя с скейлерами? Задается, я так понимаю, группой, и вот он соответственно с группой будет отскейливаться. Если экстренно руками изменить группу, то он все равно просто обратно ее вернет. Правильно? Я понимаю, что, конечно, дикая история, потому что нужно делать по уму. Ну да. Вернуть автоматически обратно, не вернуть, это наше решение. То есть мы можем сделать нашу инфраструктуру таким образом, чтобы она назад автоматически возвращалась, а можем нет. Можем посылать алерт, а потом садиться и думать, а что нам теперь делать с этим алертом? Или никогда не читать этот алерт, как и бывает обычно. Окей, я понял, спасибо. А с случаем полуми не тыкали? Что-что? Ну или как полуми правильно его назвать? А, полуми, ну, можно сказать, что нет. Ладно, окей, спасибо. Еще? Я же говорю, мой любимый был Battle CloudFormation Terraform, поэтому, конечно, победит вопрос про эту тему. Тем более, он удачно стоит. Да, как раз возле подарков. Спасибо за доклад. Да, спасибо всем большое, надеюсь, хоть как-то это было полезно, понимаю, что очень много силы сложного. Синьер систем администратор и девопс инженер, тоже DataArt из города Воронеж с докладом про переезд баз данных. Прошу прощения сразу за презентацию, она не будет такой прекрасной, как у Паши Хрулева, но я старался. И так, с чего хотел бы начать, в общем-то, ради чего все это начиналось, ради чего вдруг заказчики захотели уехать в Cloud. В общем-то, тут все как обычно. Кончились ресурсы в онпременном дата-центре, и чтобы нам получить, ну, чтобы нам заапдейтить нашу инфраструктуру, нам нужно было очень много всего сделать, это было бы очень дорого, и смысла большого в этом не было. Поэтому оказалось просто дешевле переехать в Azure, и в общем-то, такое решение было принято. Меня попросили, чтобы было больше шуток, я старался. Это фактически одна, которую я нашел. Смысл в чем? Перед тем, как мигрировать, нужно определиться со стратегией, то есть куда мы едем, зачем мы едем, и как вообще все будем делать. И здесь мой доклад перекликается с тем, что Паша говорил, то есть очень важен на начальном этапе асессмент, очень важен аудит, и очень важен такая штука, как ресурсно-сервисная модель, это когда вы понимаете, какой сервис с каким связан. И в общем, за мою бытность системным администратором очень мало заказчиков понимают, какой сервис у них как связан с другим, и все это всегда импровизация, то есть мы начинаем мигрировать, а потом оказывается, что этот сервис связан с тем, а когда мигрировали, это тут отвалилось, и начинаются проблемы. Поэтому очень важен вот этот этап подготовки, и в общем-то все облака, когда рассказывают вам о том, как мигрировать, они рассказывают именно о том, что ребята, обязательно сделайте асессмент, обязательно сделайте аудит, обязательно оцените вообще то, что вы хотите, оно вообще возможно, какие блокеры у вас будут, потому что очень неприятно, когда вы раскорячились, и в середине оказывается, что не получается, невозможно. Ну и когда мы решили мигрировать, в общем, самым острым вопросом стала миграция баз данных, потому что баз данных у заказчика оказалась просто огромная продакшн база данных, и заказчик поставил такую сверхзадачу, как нулевой даунтайм, заказчики любят такие челленджи ставить, вот, и получается так, что если мы мигрируем, то нам нужно определиться все-таки как мы мигрируем, куда мы мигрируем, и у Azure здесь как бы несколько вариантов есть, так, надо нажимать и показывать, прошу прощения, в общем, первый это SQL Server on Azure VM, это, в общем-то, самый понятный, самый простой способ, это фактически у вас виртуальная машина находится на стороне ажуры, и вы с ней взаимодействуете, ну, привычным образом, то есть у вас есть операционная система, вы ее патчите, ставите на нее какие-то там security апдейты, ставите там, ну, в общем, обслуживаете ее как обычная операционная система, на ней крутится сиквел, который, в общем, ведет себя как привычный SQL в он премии. Следующая крайность, как бы, это Azure SQL он, Azure SQL датабейс. это уже платформа as a service или DB as a service, тут можно спорить, в общем-то, в разных источниках по-разному об этом рассказывают, но смысл в том, что у вас фактически скрыта от вас вся история, связанная с сиквелом, вы просто кладете в этот сервис базу данных и взаимодействуете с ней как с базой данных, вы не забивайтесь у головы о том, какая там версия, какие там патчи, все, все, все обо всем об этом волнуется Azure, и вам остается только как бы работать и получать удовольствие. И такой промежуточный вариант это Azure SQL Management Instance это некая компромисс между SQL Server on Azure VM и Azure SQL Database, потому что у Azure SQL Database есть куча ограничений, есть куча своих особенностей, и не всегда возможно взять вот так просто базу данных, перебросить в сервис и работать с ней. И для того, чтобы митигировать, чтобы снизить вот эти вот проблемы, Azure придумал такую штуку, как Azure SQL Management Instance. Здесь это тоже платформа за сервис, и здесь вы тоже не переживаете о том, какие вы патчи ставите, какая там версия SQL крутится, но в то же время вы получаете как бы инстанц целиком. То есть если в Azure SQL Database у вас просто где-то база данных крутится, вы не знаете на каком инстансе, сколько еще баз данных рядом и как они там вообще перемещаются, то здесь вам по крайней мере говорят, вот парни у вас есть инстанц, на котором находится ваша база данных и вы с ней работаете. И в связи с этим возникает куча преимуществ, недостатков и особенностей. я здесь постарался как бы их более-менее скомпоновать и показать, какие преимущества и недостатки есть у каждого. Я сейчас не хочу на этом останавливаться, если потом будет интересно, мы разберем как бы каждый из них, но в целом могу сказать, что для нас при миграции был очень важен пункт вот этот стопроцентная совместимость с OnPremum. Почему? Потому что у нас были очень жесткие дедлайны и мы были не готовы морально и времени на это не было, чтобы вносить какие-то серьезные изменения в продукт и тестировать его, отлавливать новые баги, снова тестировать и так далее. Поэтому это было чуть ли не решающим для нас моментом. И следующее, что вытекает из того, какой мы выберем сервис для миграции, какой тип сервиса для миграции, из этого вытекает, как же мы все-таки будем мигрировать, каким способом. Здесь наиболее те способы, которые упоминаются в сети чаще всего для миграции, я постарался их как-то промаркировать для того, чтобы было понятно, что с чем дружит, что с чем нет. Но для нас интересны три основных сервиса миграционных. Это Availability Group Always On, Replication, Transactional Replication здесь имеется в виду, и стандартный сервис, который Microsoft всем рекомендует использовать для миграции базы данных. Если вы введете миграцию базы данных, вам, скорее всего, Microsoft предложит именно DMA, DMS. Это Database Migration Assessment и Database Migration Service. В общем, в чем преимущества и недостатки этих методов? Почему я пометил DMA, DMS синим? Потому что он не гарантирует нам никаких нулевых нулевого даунтайма. Он говорит о том, что, ребята, я вас мигрирую, будет какой-то даунтайм, и он будет определяться тем, насколько сильно база данных загружена, насколько она крупная, то есть, как много к ней обращений идет. То есть, мы сначала перекидываем основные данные, потом перекидываем дельты. И в момент перекидывания последней дельты будет какой-то даунтайм. Предугадать его, посчитать его, но я не смог найти информацию о том, как этот асессмент провести и что же обещать заказчику. Поэтому иметь в виду его можно, он достаточно удобный, распространенный, хорошо документированный, но у него есть вот такой нюанс. Следующий метод, ну да, кстати, он подходит для миграции в любой из вот этих сервисов. Следующий это у нас транзакшенал репликейшн тоже в общем-то достаточно понятный метод, то есть мы реплицируем данные, тоже он подходит для всего, но здесь у нас другая проблема, которая, кстати, перекликается и с предыдущей тоже, с предыдущим сервисом, то есть нам нужно позаботиться о том, что в момент миграции, в момент переключения нам нужно как-то отработать изменившийся айпишник, потому что у нас айпишник изменился, и даже если мы используем ДНС, там возникают вопросы с ТТЛ, каким образом это все очень быстро сделать, чтобы вот обеспечить тот самый запрошенный заказчиком нулевой даунтайм. Это все решаемо с лоудбалансерами еще как-то, но на фоне того, что есть протестированный и достаточно давно известный availability group all-ways-on, в общем-то, в котором все эти вопросы уже решены, вот этот сервис выглядит более привлекательным, он просто проще, там меньше телодвижений, там меньше вариантов для ошибок, легче, его просто легче реализовать. Плюсом к этому, ну у него есть минус, то есть он применим только к SQL-сервер и NatureVM, но в принципе на основании того, что я уже раньше сказал, то есть то, что нам нужно была стопроцентная совместимость, и более того, клиент уже использовал этот подход availability group all-ways-on для своих прот баз данных, в общем-то, для нас выбор был очевиден, потому что у нас были все лицензии, у нас была уже настроенная репликация внутри он-пременной локации для того, чтобы обеспечить редакции базы данных, поэтому, в общем-то, решили ничего не придумывать и воспользоваться тем, что уже было настроено, просто развить успех. Вот, но это не шутка, но как бы разбавить немножко вот этот душный наш, нашу презентацию, в общем, здесь я хотел показать, что у нас есть некие лимиты, которые нас ограничивают со всех сторон, и нам нужно как-то лавировать среди них и попытаться достичь нашей цели, и первое, что мы должны обсудить, это лимиты для того же самого Azure SQL Management Instance, то есть, я здесь основные их опять-таки указал, я не DBA-щик, вам подробно про них, про каждый рассказать не могу, но как бы коротко я указал, что он каждый делает. Для нас было конкретно важен пункт Active Directory Base Authentication, который использовался для нашего приложения, и отказываться от него мы были не готовы, потому что опять-таки тестирование и все прочее. Ну и также могу сказать, если вы вдруг какую-то леджисть базу данных будете мигрировать, еще обратите внимание на supported compatibility level, то есть, если там что-то старое, старше 2008, вдруг сиквела, тоже как бы надо иметь в виду и перед этим сначала заапгрейдиться. Вот. Таких лимитов для Azure SQL, да, еще должен сказать, что те лимиты, которые я указал на предыдущем сайте, это не все лимиты, это просто те, которые я посчитал наиболее такими важными. Если вы вдруг вздумаете в Management Instance мигрировать, посмотрите еще там, там их намного больше. С лимитами для Azure SQL Database все еще хуже, там их еще больше, они такие, ну, более строгие, я бы сказал. То есть, например, у нас использовался SQL Jobs, и нам было, ну, не с руки совсем от него отказываться, потому что, опять-таки, возникала куча работы. Репликация у нас использовалась, тот же Active Directory Based Authentication. Мы когда делали средствами вот того самого DMA assessment, и когда мы смотрели, как же будет миграция осуществляться, нам там огромный список несовместимости выдал assessment Azure, и, ну, требовалось достаточно много движений для того, чтобы решать эти вопросы все. вот. Ну, и, в общем-то, возникает вопрос, что же выбрать. Для нас, я как и уже сказал, вопрос этот решился достаточно, ну, намного раньше, чем мы прочитали даже лимиты, потому что мы увидели availability group, обрадовались и поняли, что мы будем пользоваться именно им в процессе миграции. И здесь у нас возникли те самые подводные камни, о которых я говорил в своем, в названии своего доклада. И первое, с чем мы столкнулись, это с тем, как реализуются availability group и как они работают на стороне Azure. Дело в том, что в Azure сеть реализована таким образом, что у нас сильно видоизменен второй уровень модели OSI. Я бы сказал, что его там нету вообще. То есть мы работаем только с третьим уровнем. У нас нет широковещательных запросов, у нас многие вещи работают не так, как мы привыкли в OnPremie. И из-за этого сразу появляется куча костылей для вот этих нативных старых legacy сервисов. Я не знаю, если кто-то работал с availability group, они, наверное, они знают, что Windows File Over Cluster лежит как бы в основе availability group. Это старый микрософтовский сервис, который, в общем-то, обеспечивал кластеризацию практически большинства сервисов. И когда мы пытаемся его перенести в Azure, сразу возникает вопрос, что делать с тем самым Virtual IP, который у нас есть. Их там куча на самом деле. То есть у нас он есть у Listener IP, есть IP у самого кластера, кластерная IP. И как только вы переедете и запустите там owner определенной роли, мигрируете на ноду, которая находится в Azure, вы обнаружите, что IP-адрес недоступен. Это как раз связано с тем, что никто внутри Azure сети и за ее пределами не в курсе, где этот IP и какой за ним закреплен MAC и как вообще. Вообще там MAC-ов нету никаких. Но они есть на уровне операционной системы, там все это видно, но фактически ими не оперирует Azure. И получается таким образом, что я здесь нарисовал схемку, это уже как бы смигрированная такая ситуация, а на самом деле получится так, что вот этот кластер, он будет растянут между двумя, между он премным и клаудными дата-центрами. И для того, чтобы решить вот этот вопрос с IP-адресами, нам нужен load balancer. Об этом тоже надо понимать, то есть нам нужен load balancer четвертого уровня, Azure load balancer, и это аффектит, во-первых, косты. Надо понимать, что это дополнительный сервис, это дополнительные косты, и у нас появляются еще косты, связанные с трафиком, которые идут через этот load balancer, потому что он чаржит не только за время, которое он работает, но еще и за трафик, который через него проходит. Там небольшие деньги, но опять-таки зависит от трафика, и вы должны об этом знать и помнить. Соответственно, еще один такой момент интересный. для того, чтобы load balancer работал, ему нужны health probes. То есть он должен знать, какая нода сейчас активна, какая пассивна, кому этот IP-шник презентовать, кому передавать данные. И, соответственно, для того, чтобы решить этот вопрос, Azure придумал такой воркараунд, у него там есть специальный в PowerShell специальная команда, которая заводит этот health prob, вы указываете ему на каком порту она висит, и к какому сервису конкретно она привязана этот health prob. То ли это у вас кластер на IP, то ли это listener, про который мы сейчас чуть позже поговорим. Но тут есть два нюанса. Во-первых, этот health prob конфигурирует сток через PowerShell, то есть вы нигде не найдете в графическом графическом, в MMC графической консоли нигде не найдете возможность его исправить, то есть только PowerShell. И второй момент важный, health prob у меня, по крайней мере, применялись только в тот момент, когда IP-адрес уже переехал в облако. Соответственно, если вы раньше примените эту команду, ничего не происходит. В связи с этим маленький даунтайм уже, он очень быстрый, но он появляется. То есть уже вот этого пресловутого нулевого даунтайма не получилось. Я говорю еще раз, эта команда буквально применить ее секунды, но он есть. Потом еще health prob отработают, пока load balancer увидит, что активная нода вот здесь и данные пойдут. Об этом тоже надо помнить. Дальше. Еще один момент это Quorum. Quorum тоже оказался для нас подводным камнем, потому что у Microsoft есть прям прямые рекомендации о том, что если у вас мульти-сабнет-кластер, если у вас кластер растянут на несколько сабнетов, на несколько сайтов, то очень важно, чтобы вы его определенным образом настроили. Что имеется в виду? Во-первых, ну самое главное, что нас зааффектило, это исключить из голосования все ноды неактивные локации. Причем это было очень неожиданно для нас, потому что мы с релизом сделали все, все было замечательно, никаких проблем не было и ничего не предвещало. Мы переезжаем с продакшн базой данных и у нас начинаются отказы из-за того, что в он-премии начинаются проблемы с сетью. Там что-то в это время тоже, какое-то движение было и Microsoft ноды увидели, что какие-то хардбиты где-то не доходят и вдруг решило, что там надежнее и ринулось туда. Хотя его там еще никто не ждал в тот момент. Вот. Соответственно, здесь основные, опять-таки я вынес, основные рекомендации Microsoft, что нужно сделать. То есть если еще один такой важный момент это установить голоса всем нодам, на которые размещены первичные реплики. Вот. Ну и про стандартный совет про четное и нечетное количество нод тоже понятен. То есть если у вас четное количество нод, мы добавляем свидетеля в виде там есть масса вариантов, там начиная файл шары и заканчивая там. Если это 2006 кластер, можно прям Azure указать в качестве того самого свидетеля. Теперь про listener. Еще один такой подводный камень, которым мы столкнулись, это в первую очередь интересный момент был с очередностью добавления IP-адресов в listener. Listener это такой объект у нас как VIP в кластеры, то есть virtual IP, к которому все обращаются. Такая же сущность есть в availability группах, то есть вы создаете listener, это некий объект в active directory, virtual cluster object, на который вы можете натравливать своих клиентов, драйвера своих клиентов. Они к нему обращаются, он направляет в нужное место, то есть к активной ноде. И соответственно нам нужно, чтобы в listener было указано оба IP-шника, и тот, который на он-премии, и тот, который на Azure. И тут возник такой момент, у клиента не был сконфигурирован listener. Они создали кластерный ресурс, кластерный IP, и работали через IP. Исторически сложилось, что называется, и нам пришлось создавать listener. И момент такой, если у вас уже сконфигурированная реплика на стороне Azure, и на стороне он-према, вы пытаетесь добавить IP-адрес, а он говорит, а я не могу его добавить, потому что здесь такой подсети нет. И извините. То есть выход здесь в workaround следующий, то есть мы сначала создаем listener, когда у нас все находится на стороне он-према, потом мы добавляем реплику, добавляем реплику на стороне Azure, и добавляем второй IP. При этом проверку он не делает. это неожиданно, но это так. Потом тоже такой известный довольно момент, в общем-то он везде описан, но скажу уж, раз начал рассказывать, это cluster name object, когда вы создаете кластер, у вас создается cluster name object в Active Directory, и вот когда вы создаете listener, у вас создается VCO, virtual cluster object, он создается там же, где у вас находится cluster name object, и нужно, чтобы его создает cluster name object, и вам нужно, чтобы именно в этой organization unit были права у cluster name object на создание listener, если его не будет, то у вас все закончится ошибкой, поэтому на уровне organization union юнита вам нужно установить права. Следующее, есть два параметра интересных, на них хотел бы остановиться, это, наверное, наиболее интересная точка зрения в докладе, это multi-subnet file over параметр и register all providers IP. На что они влияют? Multi-subnet file over параметр, он по умолчанию установлен в значении true, и если это так, то для каждого IP-адреса внутри вашего лисенера будет создана отдельная DNS-запись и драйвера ваших клиентов, которые подключаются к базе данных, если они это умеют делать, а мы сейчас посмотрим, какие умеют, какие не умеют, они будут пытаться подключиться сразу и к той, и к той, и сами будут определять, какая из них работает, и это позволяет нам как раз достичь того самого нулевого даунтайма, то есть нам не нужно беспокоиться о том, чтобы DNS обновился, чтобы там TTL, кэши и прочее, то есть мы не думаем об этом, об этом беспокоятся драйвера клиентов. И есть еще параметр регистр all-providers IP, он говорит о чем, точнее как мульти-сабнет файловер, он создает соединение, разрешает соединение к двум, а регистр all-providers IP, он как раз говорит о том, создавать одну DNS-запись или две, если установлен в единицу, то регистрируются все IP-адреса, если в ноль, то регистрируются только активные. Это нужно, если у вас вдруг какая-то старая леджи, используется какой-то старый леджи клиент, который ни сном, ни духом не знает про все эти нововведения, и вам нужно по старинке, чтобы была одна DNS-запись, она резолвилась в один IP-шник, и таким образом вы просто берете на себя все эти проблемы и думаете, как вам обработать вот этот файловер. И здесь, в общем-то, я привел табличку, она тоже опубликована у Microsoft, это перечисленные здесь драйвера и перечисленные здесь те функции, которые они поддерживают или нет. В общем-то, из этой таблицы основной вывод можно сделать один, это стараться не использовать SQL Native Client 11-й версии OLEDB. Остальное все, в принципе, поддерживает. И с остальным жить можно. Если, может быть, у вас есть еще что-то более древнее, то там нужно будет уточнять. Но, в общем-то, в нашем случае все было хорошо, наш драйвер поддерживал работу. Кстати, еще, если вернуться к предыдущему слайду, Multisubnet Fileover рекомендуется выставить в значении true даже для того случая, если у вас нет Multisubnet кластера, потому что если в будущем оно появится у вас, то вам придется, у вас появится downtime для того, чтобы включить этот параметр. мы были близки к тому, чтобы все перевести и задача была в том, чтобы взять уже данные и создать первичную, отправить первичные данные на сторону Azure. И здесь мы столкнулись со стандартной проблемой, про которую мне рассказывали еще, когда я приходил в DataArt. Это был один из первых вопросов, которые мне на собеседовании по девопсингу задали. Почему у вас прекрасная гарантированная полоса пропускания между двумя удаленными друг от друга сайтами, а полоса утилизируется на какое-то количество процентов. И я пытался из себя выдавить что-то про МТУ и прочее. Но все дело в том, что при высоких задержках, а задержка у нас между сайтами была 60 миллисекунд, TCP начинает уменьшать окно передачи данных и у вас полоса утилизируется не полностью. И в общем-то решить это можно двумя способами либо использовать UDP, в которой этой проблемы нет, либо использовать много, сразу несколько потоков. Вот мы хотели сначала пофантазировать на тему каким сервисом, какой тулзой передвинуть это все в Azure. Но оказалось, что в общем-то Azure обо всем позаботился. И как и у AWS и у Azure есть такая замечательная утилита как azacopy. Она фактически берет на себя все эти проблемы. И все, что нам нужно было сделать, это создать сторч-аккаунт на стороне Azure и воспользовавшись вот этой утилитой скопировать данные. У нас там было порядка 8 терабайт. С помощью нее она утилизирует вот у нас был экспресс-рут порядка одного гигабита пропускная способность. Без него мы могли использовать максимум 300 мегабит. С ним мы использовали практически 800 даже в пике больше было. вот и за счет этого мы достигли того, что мы перевезли эти данные на сторону Azure в срок и здесь я перечислил основные как бы основные шаги, которые необходимо сделать для того, чтобы ну в общем здесь все, что я рассказывал на слайде я собрал вот такой список и последний пункт здесь как раз выполняем настройку дисков в соответствии с рекомендациями Microsoft о чем тут речь речь о том, что есть best practices того, как у нас должен настроен быть SQL на стороне Azure имеется ввиду SQL на виртуальной машине и тут как бы на что я хотел обратить внимание это расположить временные базы данных на вот этом эфемерном диске дело в том, что есть когда вы деплоите машину на стороне Azure там есть ряд вы выбираете так называемый size размер машины и есть машины которые вам у вас деплоятся вместе с временными дисками эти диски в случае выключения или в случае resizing все данные на них удаляются фактически они используют локальные SSD тех хостов виртуальных на которых они находятся но эти временные диски они очень быстрые они там в несколько раз быстрее даже тех премиум SSD которые вы используете вот поэтому временные базы Microsoft рекомендует располагать именно на них и мы на своем опыте убедились что действительно профит от этого есть то есть вы получаете преимущество быстрого более быстрой работы базы ну и в общем-то стандартные рекомендации о том что логи и данные не надо хранить на одних и тех же дисках в общем-то все об этом знают но почему-то продолжают хранить их вместе также есть неочевидные в общем-то по крайней мере для меня неочевидные для кого-то может быть очевидные рекомендации о том что кэш для дата дисков должен быть в редонли а для логов вообще отключен ну и в общем-то наверное я сказал бы все но вот еще про формат дисков тоже можно обратить внимание что должен быть отформатирован с размером блока 64 килобайта наверное все из такого из важного если у вас есть какие-то вопросы я готов на них ответить вот рука в конце привет скажи что происходит с лицензией которая была куплена на microsoft в он премиус они же довольно-таки дорогие там на ядра завязаны на все эти дела ее как-то можно с собой увести в клауд или она просто помирает да тут надо сказать о двух вещах еще что если мы если мы деплоим соответственно сиквел in azure vm то мы должны поставить экстеншн так называемая эта штука которая позволяет microsoft после этого microsoft знает что у нас там находится сиквел и начинает с ним соответствующим образом с ним работать он во-первых логи из него берет во-вторых он там подсвечивает различные рекомендации и позволяет еще дополнительно использовать стандартный сиквел backup на стороне azure вот что касается лицензии есть там такая вот когда вы как раз этот экстеншн ставите вы указываете что у нас мы мигрируем и у нас hybrid лиценз это значит о том что у нас лицензия есть там есть условия по лицензированию я всех подробностей не скажу но насколько я помню там software assurance должен у вас быть в вашей компании то есть если у вас есть лицензия если у вас есть software assurance то вы можете пометить у себя внутри при миграции что это hybrid лиценз и все и автоматически azure перестает чаржить вас за лицензию если вы это не сделаете тут надо быть очень осторожным то например задеплоите машину а у нас машина была просто огромная база данных была монструозная то есть у нас было 64 процессора и несколько даже мягко сказано в общем очень большой объем оперативной памяти если вы так делаете то у вас сразу прилетает огромная сумма за лицензию поэтому с этими вещами будьте очень осторожны то же самое касается и лицензии для обычных операционных систем если вы уезжаете в Azure лифт и шифтом переносите там прям есть галочка hybrid лиценз это значит что с вас за лицензию чаржить уже не будут брать деньги за лицензию с вас не будут поэтому по поводу лицензии прям я не знаю может быть даже какой-то репорт настроить если вы мигрируете какое-то продолжительное время потому что человеческий фактор кто-то нажал галочку кто-то не нажал галочку кто-то забыл кто-то поспешил нужно иметь это в виду для больших машин особенно с сиквелом это очень важно спасибо за вопрос еще рука тот же ряд спасибо за доклад слушаю такой вопрос вот ты упомянул временные диски в Azure правильно на виртуалках вот интересует как вы мигрировали ну ты сказал что у вас там базы данных были интересует вопрос как вы мигрировали базы с этих временных дисков на постоянные и что будет если например в процессе этой миграции виртуалка помрет по каким-то причинам что что делать в таком случае спасибо за вопрос но смысл в чем мы мигрировали же в он према в он преме мы находились внутри в эсферы и в эсферы никаких временных дисков у нас не было конечно же и когда мы мигрируем точнее даже базу данных мы не с эсферой мигрировали база данных у нас находилась на физических серверах там тем более никаких временных дисков быть не может соответственно как это выглядело и вообще когда мы базу данных мигрировали это не имеет никакого значения потому что миграция происходила каким образом у нас мы создавали распределенный мультисабнет кластер у нас была нода здесь была нода в эйжуре и в он преме и в час икс мы настроили репликацию у нас данные реплицировались с он према на эйжур в час икс мы просто нажали кнопку и все данные переехали автоматически на эйжур причем автоматически отработали лисонеры соответственно все клиенты которые умели работать на которых connection стринги были настроены направлены на лисонер они автоматически отработали там был какой-то минимальной задержки на переключение на разрыв сессии установления новый но в общем-то не драматично и после этого наши клиенты сразу получили доступ и начали работать с базой данных на стороне эйжура тут еще надо сказать что есть два типа репликации в эйжур дб извиняюсь в availability group all-wison это синхронная асинхронная там разница в том что пресинхронной у нас транзакция не закроется пока не то же самое не произойдет у вас все операции не произойдут у вас на обоих нодах асинхронно он просто с какой-то периодичностью раз в какое-то время докидывает дельты и тут важно что иметь ввиду то есть если вы ставите синхронную репликацию а у вас 60 миллисекунд задержку у вас сразу автоматический перформанс начинает страдать поэтому обычно делают как и мы так делали мы настраивали асинхронную репликацию в час мы переключили асинхронную репликацию в режим синхронный конечно же перформанс упал но в общем-то там был запровлен какой-то даунтайм 10-15 минут и переключились без потери данных потому что если вы с асинхронной репликацией то прям при попытке выполнить файловер у вас будет предупреждение что ребята данные могут пострадать поэтому будьте аккуратны нажмите три раза окей что вы согласны и понимаете что делаете вот и еще такой момент если у вас асинхронная репликация у вас невозможен автоматический файловер потому что опять-таки возможно потеря данных и только человек может принять решение насколько это оправдано в данной ситуации поэтому если вам нужен автоматический файловер думайте обязательно о том чтобы у вас была синхронная репликация еще рука вот здесь третий ряд спасибо за доклад очень интересная тема но вопрос такой у вас переехала у этого клиента вся инфраструктура целиком вейджер или только его монструозные базы данных и остались ли приложения не в облаке в случае этого клиента спасибо за вопрос тут смысл в чем тут ответ и да и нет то есть у клиента был дата-центр в США и нам у них заканчивался контракт им нужно было оттуда уехать ну либо продолжать жить в этом дата-центре в общем они приняли решение уехать и мы все что было в этом дата-центре перевезли в вейджер я здесь коснулся конкретно конкретной темы касаемо базы данных остальное мы перевозили в основном lift and shift то есть это стандартные есть опять-таки сервисы в вейджере которые позволяют вам перевезти машину и зачастую как бы у вас если есть реданданси там не будет никакого даунтайма а если у вас нет реданданси то это скорее всего для вас не критичный сервис и вы его можете позволить себе какое-то мейнтенс окно для того чтобы его перезапустить там смысл работы точно такой же то есть либо это агент-лес репликация тогда у вас подключается непосредственно к в сфере и средствами в сфере делается снапшот этот снапшот отправляется на сторону эйджера потом дельты докидываются в момент в момент x вы просто говорите что я сейчас делаю миграцию машина на стороне в сфере выключается и запускается на стороне эйджера вот если у вас эгент-бейс репликация если у вас вдруг не в сфере а скажем я не знаю из WS вы вдруг решили переехать в ажур не дай бог вот или вдруг там я не знаю у вас просто он премная инфраструктура ставится специальный агент в общем-то можете и в сфере то же самое сделать поставить агента у нас были машины кстати на стендалон ESXi хостах там какой-то четвертой версии ESXi хост никакой там ни один микрософтовский вот этот агент не может работать с таким старьем и мы просто были вынуждены ставить на виртуальные машины агенты они отправляли на сервера миграции из серверов миграции данные уходили опять-таки в вейжер и в общем-то все повторилось в общем ответ мы смигрировали все что было в дата-центре у клиента еще были бренчи в бренчах осталось все он премное вот как-то так на самом деле интересовал вопрос просели ли производительность BD-зависимые приложения которые остались в он преме потому что вейжера насколько я помню сервера размазаны хорошо но не покрывают полностью даже Америку и могут быть задержки более 100 миллисекунд я думаю смотрите то есть тут какие моменты то есть если у нас остается часть инфраструктуры у нас было такое то есть во время миграции у вас часть инфраструктуры размазана то есть она находится какая-то в он премии какая-то вейжере и вот из-за этих тех самых 60 миллисекунд про которые я говорил конечно у вас перформанс просядет и в общем-то бизнес был об этом в курсе и они знали там у них были часть сервисов которые прям получали из-за того что приложение написано исторически сложилось не оптимальным образом у них было огромное количество транзакций и вот эти миллион транзакций сложенные 60 миллисекунд у вас там получается прям секундные задержки и это плохо но вы с этим живете до тех пор пока вы полностью не переехали вейжу вейжере если вы находитесь в одном регионе то фактически это один дата-центр и там миллисекунды задержки не может быть никаких задержек в 100 миллисекунд если у вас часть инфраструктуры находит там централ-юэс а другая там вист-юэс тогда да но здесь как бы нужно понимать что ты делаешь и внутри одного дата-центра у вас не будет высоких задержек нет внутри самого эжера понятно тут интересовал вопрос именно как пострадали он премьерные приложения ну вы ответите да-да-да-да они конечно же пострадают но чудес не бывает спасибо спасибо еще давай выберем а что выбирать вот было три вопроса я предлагаю трех и поздравить надо любопытство что ж спасибо за вопросы спасибо за доклад спасибо спасибо